welcome 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 ребят пока у нас там люди копаются в себе h2k против фанатиков продолжает играть 1-0 смотрел кто сербский фильм колпак отъедет нет я не смотрел сербский фильм наверное ну если б я увидел и увидел что у него хорошая оценка наверно бы посмотрел а так такое я конечно не видел может это хайп какой хайп я говорю дистанция огромная у логана еще дистанции нет понятное дело там пол миллиона человек проголосовало пол миллиона прошло уже достаточно времени уже больше двух лет со всех этих фильмов прошло там с некоторых уже больше 15 лет прошло получается да потому что в 2002 году первый фильм был но почему-то оценки такие ну ты просто можешь видеть что а возьмем например те же самых звездных войн но ребят ладно я еще чуть-чуть отвлекусь тут просто те кто записи смотрят извините ребят я хочу последнее просто отвлечение сделать взять те же самых звездных войн трилогия 1 у нее все три фильма оценка выше чем у трилогии 2 неожиданно и при этом седьмой фильм по оценке находится ниже даже любого фильма из тех трех которые во второй трилогии были и при этом у фильма рога оценка выше возможно все люди идиоты один ты д'артаньян там у нас д'артаньян просто в чате есть если фильм с которых ты реально офигел конечно есть если будет интересно как-нибудь расскажу а у нас 10 и что кей но не сейчас сейчас у нас игра идет если будет интересно приходи на простой стрима 111 хотел сказать когда я в салаку играю задай вопрос я отвечу что у нас получается фанатики как проигравшие взяли себе эту сторону что любопытно и захотели себе два пауэр пика снова взять ну прошлый раз у вас это не получилось вы решили повторить только на этот раз вы забрали себе лулу у меня возникает один только вопрос что изменилось относительно предыдущей игры да в общем то почти ничего маль захара только что такие не забанили забрали себе ну и фанатики сразу же себе забрали лулу но при этом сейчас забирает себе и лизу алисин был забанен на чтокеями они думали что это будет броха у нас на лисине с ногой бегать и всех бить ой я про донаты забыл да ребят спасибо за донат смотрел я прибытие да смотрел извините смотрел прибытие я ему 7 с половиной могу поставить из десяти пока у меня на мдб стоит 7 но я его пересмотрю еще раз мне он слабо понравился скажем так очень слабенький просто я смотрел в свое время фильм контакт и я смотрел фильм контакт режиссерскую версию я досидел до конца и когда ты уже посмотрел фильм контакт такие фильмы как прибытие тебя не тронут ни капельки потому что в контакте все это было уже показано единственная разница это подход который здесь сделали лингвистический но что-то он не вызывает большого желания пересматривать этот фильм лингвистический подход а все что остальное происходило фильме тебе казалось ну реально ересью потому что мне кажется так бы люди себя не вели я верю что были бы там фанатики и вот похожие тоже чуваки то что некоторые бы решили что можно лингвистически начать переговоры вести но скорее всего никто бы не сотрудничал вот так как они сотрудничали в начале в общем очень странная эта фигня которая была показана фильме неправдоподобная но это может быть мое мнение я же в правительстве не нахожусь но очень похоже ребят чтобы действительно 20 потому что у нас грага 100 аплодисменты мой любимый грага 100 он пикается во всех случаях когда он не нужен я обожаю этого чемпиона он идеально заходит против рамбла нет он идеально заходит против мука и нет а еще как хорошо он заходит против наутилуса нет и мы это все видим выключил после появления чувака со степенью в теологии там был да такой даже момент я уже не помню степи я помню там момент сейчас небольшой спойлер будет ребят если вы не смотрели фильм прибытия от спойлера убегайте убегайте от спойлера убегайте 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 надеюсь они убежали там был момент когда эту лингвистичку привезли привезли этого хавка но этого и и из авенджеров лучника этого хренова привезли и говорят им у вас будет команда у лингвистички будет команда лингвистов а у него будет команда техников и что дальше весь сука фильм они работают вдвоем на хрена вы нам представляли эту команду если мы ее ни разу фильме не видели возможно это в режиссерской версии как-то вопрос этот решили но весь фильм она с ним сотрудничает я понимаю что он хотел ей представить это логично мужик блин всю жизнь с техникой войск тут наконец-то баба лингвиста ё-моё да она языком работает как надо а ты про контакт говорил а про контакт ну может быть я не помню в контакте вообще что там было сейчас уже ну то есть я примерно помню я имею ввиду такие диалоги не помню но здесь меня реально поразил этот момент с тем что нам говорят что у них будет команда у каждого я думал это будет реальная команда там такой теории будет обсуждать скандалы а здесь два человека в итоге весь фильм напомню зачем мне птичку таскали с собой но они должны были вообще-то по теории таракана таскать собой но они взяли канарейку которая тоже на радиацию быстро реагирует ну то есть идея заключалась что он начнет плакать и умрет очень быстро эта канарейка ну так делают иногда проверяет просто она чаще дышит кислород следовательно ей нужно чтобы его было больше радиация на нее подействует также ну вообще насколько я знаю ну таракана надо было им таскать с собой завязываем поехали чтобы понять если там радиация да все верно газы газы 0 0 у нас счетик поехали вперед янка судманом обворовывает здесь лес фанатиков но фанатики обворовывают лес янкоза как вы понимаете учитывая предыдущую гру мы с вами поняли что лес янкоза принадлежит только янкозу а вот лес фанатиков он принадлежит принадлежит всем и любопытно что здесь продолженная дальше игра янкоза дальше обворовывать красный баф но и лиза делает тоже самое птичек шахты таскали но видите оказывается ты еще давнишний способ известный всем здесь у нас мастерки показа давайте поглядим что-нибудь может интересное увидим ничего интересного не видим элиза у нас стандарт лордом грагас у нас граспом одман играет у нас стандартно сам голос сам любая автоатака получаешь колоссус любой хук получаешь колосс любая ульта получаешь колосс в общем только ешка не дает тебе щиток ну w сама по себе дает щиток так что здесь все логично логически таракан будет еще жив нет таракан кстати говоря от радиации не выживает но насчет таракан может быть я ошибся но по поводу того может быть и правда канарейка выгоднее в этом смысле получается но прибор это могли какие-нибудь взять за место него они какие-то сельскими методиками пользовались ой какой мобец у нас умер его не зала схитил никто какая же ошибка от команды и штуки возможно эта ошибка будет стоить им игры потому что тележка не было за лас хищена а берчета уже второй день лолец шпилит к чему бы это так подождите а бирже говорил что он не будет шпилить лолец когда выйдет хардстоун ну по крайней мере мне так говорил мой чатик обманул меня чатик но они всегда меня обманывают какие-то интересные статистические данные у нас идут в чате читайте внимайте и вынимайте фобе он с капсом капс немножко по агрессии не играет в этой игре но не слишком ли ты агрессивно себя ведешь тебе придется уворачиваться и лиза прописывает станчик но фобе он тут же реагирует и нажимает клиент и выходит что ему придется под вышечку забегать потому что не лиза девочка непростая она с пальчиками то пугает очень жестко тут у нас обман обворовывает просто мопса убил с вас был уверен что будет за ним погоня организована но нет в итоге он решил погнаться за отманом но тут спрятался грегос насколько я понимаю довольно неплохо на линии против всех этих танков которых я назвал там и вплоть даже до того что против попи воу янкос агрессивная игра от стану к сожалению не уворачивается но попадает замедлением пауки и лизы все еще живы поэтому янкос не сможет его добить флэш он не снял но это довольно интересный был врыв от янка заинтересно почему он не рискнул все же флешница за спину брохи чтобы попытаться вернуться от стана ну а мы с вами наблюдаем снова на бутлейне что творится напоминаю что лула является прямой контроль к мальзахару на линии потому что она крабов убивает почти с одной автоатаки ибо у него к атаке дополнение идет вторая пассивочка еще прокает пикса еще дамажу там не какая-то рыба летает у этого скин на а у мальзахаровский крипов у них нет хп ну или она есть но она как-то неправильно работает короче и там количество автоатак нужно там нужно три автоатаки нанести поэтому лула дает две автоатаки одно автоатаку делает уже реклос и легко убивается ну или лула с двух автоатак убивает в отличие от других саппорта которые три требуется на то чтобы убить 1 мальзахаровского войдлинга это первое второе почему контрайдер потому что мальзахар будет улететь по одной цели в эту же цель лула спокойно дает свою ульту восстанавливает считайте мы столько же хп сколько чё на мальзахаре отнимет но пока броха у нас на элизе выглядит также неуверенно как он выглядел перед этим сравнивают нам статистику опять я не знаю почему они это делают может им письмо написать но это глупо но серьезно вот зачем сравнивать выигранную игру против проигранной игры причем пока да ну ничего плохого не было проблема была голд портен то есть на 10 минуте на 900 золотых у янкоза было больше прошлой игре и на 200 урона в среднем наносил янкоз больше за минуту сражается не на жизнь а на смерть он выживет ребят не беспокойтесь за него это проверено да не бойтесь все четко янка с довольным потому что умереть на сцене конечно такой момент было бы неприятно но зато сбоку у него сейчас будет уже джанглерский айтем и возможно ботинки ждет он ботинок или нет посмотрим не хочет он пинк наверно покупать хотя своем пинг только что потерял там лиза зашла и выбила а возможно это кстати не его там пинг стояла пинг его стоит сейчас на красном бафе и лиза ничего он в итоге не купил видимо просто деньги сэкономил и пошел дальше фармится но эта игра менее килловая как было тогда да почему он не умер не отчего там было умирать успокой у избагози там не отчего буду умирать ой как много тут сейчас урона чё зайдет он потому что три краба сразу вызовет да и хорошо что у джезиса как раз вот есть такой чемпион благодаря которому он может помогать чистить реклосу рыбу помогает он чистить рыбу ну войдлингов этих рыба как раз таки на летает за джезисом а янкоса у нас читерский ход делает он перепрыгнул на шишки насколько я понимаю то есть у него прыжок сохраняется если лиза бы пришла бы просто выпрыгнул и продолжает забирать дракона драйк у нас океанический и это хорошо и тут должна музыка играть то самое но это хорошо то что команда еще кей на ленинг фэйзе очень сильно по укает и фаби он не идет в чистый улына просто под полки это потом только идет чистый лына и одоман постоянно разменивается с грагасом но она будет так вообще постоянно идут кушки от нюклера и про кассики от чо и сейчас оушен дрейк дает им хп мана регена неплохие и довольно тяжело будет фанатиком дальше сейчас играться на всех этих линиях чем дольше линия сейчас будет идти тем хуже для фанатиков им бы как-то отпушить вот этот вейв после этого сделать рекл пойти на топ агро и вместе с грагасом попытаться сломать ушку просто разменяться вышками хотя бы мне никто по сетапу выиграет мое мнение она всегда не на стороне грагаса так что ну и здесь защиту что кейв помимо того что грагас у команды фанатики есть у них синдер неплохой чемпион лейт-гейме джонни она контрит легко джейс джейс не убивает казикса то есть у джейса останется только полка варус не такой уж слабый чемпион в этом сфере слабость команды и штукейта мальзахар но он будет заставлять за такую сесса собирать по капсу пошел прокастик казикс был рядом но это наверное рановато выпрыгнул янка сам надо было подождать с у вас делать какую-то инициацию в адмана неужели он думает что он его убьет а вот джейс а большие неприятности но он нажимает эрочку на себя и три автоатаки решил просто убегать не давать автоатаки потому что догадывается что скорее всего будет сейчас творится казикс у нас обворовывается через w янкос синий баф забирает у фанатиков из-под носа и нажимает рекол это было хорошо рю туда плачевут командам за пик грагаса что ли очень похоже на то очень реально похоже на то потому что другой причины я не вижу зачем они пикают грагаса сейчас бы от крабов умирать не он не умер убежал но вот эти вот маленькие ходы про которые как раз крепа говорит они сильно решают но тут главный ход был вот этот пин кварт ребят этот пин кварт спалил элизу которая забирала красный баф потом он увидел что элиза осталась маленьким количеством хп после красного бафа и знал что она пойдет на рекол и поэтому янкос пошел и забрал оушендрейка да он из-за этого не пофармился но вот этого варда пинкового хватило чтобы проконтролировать дракона а дракон дал нам регенерацию и с этой регенерации как раз они неплохо отыграли янкос у нас тут держит синебафф теперь для синдра синдра очень долго поднимается но янкос решил выбросить синебафф или как подожди как это это произошло я не знаю по миникарте синебафф все но пропал куда-то видимо янкос его потащил за собой а синдра потом его подняла и опустила на землю опэ ульта у грагаса точно вот это опэ ульта совсем забыл она же опэ целых 350 урона ну а у яшного яшного там по всем игрокам можно попасть правда все разлетятся у нас грагас нажал телепорт за спину влетает синдра через флэш синдра нажимает кюсс у вас не попадает своей ультой и хороший как у натализы минус синдра это ферстблат ребят прилетает сюда одман но будет ли война продолжаться для команды штуки они решают что лучше отступать грагас дает врывчик но одман дает свою ульту их шикарно ульта отварился можно было здесь убивать кого-нибудь цепляет они броху на на броху идет ульта лолу убивать придется суаза делать на нем килл но капс делает свой контр врыв и это килл в килл а в итоге получился еще и килл на капсе реклас убегает ему повезло что здесь не было варда сейчас бы мог еще пол лица потерять и получилось 2 в 2 размин где синдра не получила ровным счетом ничего аварос говорит спасибо оппонента потому что он расфиделся у него и так было преимущество небольшое над реклазом теперь она совсем катастрофичная стала но вот он грагаса врыв убивана не смог он убить из-за клинса хорошо что и лиза добралась его и поймала и вот дальше смотрим насколько бесполезен ну как мне кажется грагас если был мукай представьте был бы мука я просто паузу нажму представьте но мукой был забанен мы это знаем ребят я гипотетически пытаюсь объяснить что люди считают что идет как бы такая лесенка мукай наутилус грагас они вру почти что одинаково чуть-чуть идет впереди мукой ну вот представьте был бы здесь мукой дал бы w она бы прожала клинс он бы побежал за ней и лиза бы попала дальше бы сейчас была следующая w от суаза вместо этого прыжка была бы w понимаете да он бы остался вот мане да прошла бы точно такая же ульта но с у вас бы нажал свою эрку его бы хрен кто убил а в итоге с у вас убежал и на броху пришлось ультануть с у вас вернулся и умер кап сделал с флэша врыв и тоже умер джейзис воевать не может потому что он лулу реклос воевать не может потому что он адекере а броху недостаточно танковый ну потому что это элиза ютилити почему ты теперь на ггс турниров не заливаешь да это муторно очень заливать постоянно потом попрошайничать у вас лайки вы же не ставите сразу хороший результат fabivana и не забывайте что у fabivana есть оушен дрейк который его похиляет вот капсу кто будет давать хил непонятно ему теперь придется тяжело там под вышка стоять два раздает неплохую ульту но инициации не было рядом никакой вышка потихонечку падает в этот момент врывчик делает суаз попадает мне надо идти в озвучку смертей грагаса потому что по мне именно так сейчас должен был мычать грагас когда он сделал эту инициацию но у нюклера оказался есть и флэш и хилл он просто элементарно отслышался от хилялся а в итоге просто маль захар дал мне ульту броху здесь из кустов делает килец но при этом его убивает это уже четвертый килл для нюклера прекратите его кормить реально прекратите а за смерти грагаса риута дают ищи премиальку до премиальки идут неплохие за смерти на грагасах медлайн нам сравнивают предыдущей игре кс на 15 минут 146 на 111 был когда примерно одинаково учит команда проиграла другая выиграла дэм урона гораздо больше нанес фоби ван но это намекается что прошлая игра была проиграна как раз таки джанглером и мидером а вот в этой игре то очевидно что проиграть вся команда и шикарный инфернал дрейк подъехал для команды h2k по-моему ребят мы были правы это был чистый 2-0 для команды h2k тут на фэш чекал броха делает килл но назад убежать не смог я не знаю почему броха не решил до конца не доделывать килл а решает сразу убегать по мне если бы он доделал сразу килл не получил бы никакого урона от чо и но вряд ли бы он выжил но больше урона вы снял потом у следующего игрока на риоты но это было связано с определенными темами то есть смотрите сначала грагаса никто не играл его играли только на миде это редко потом какие-то корейцы начали играть его на миде и вынуждены риоты были нерфить грагаса как ability power полностью за нерфили его все хорошо поменяли джанглерские айтемы и что произошло грагас пошел в лес и риоты вынуждены были что-то предпринимать они рик сайку нерфили 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 в итоге за него все равно людей любили играть потому что ну не будешь ли ты же совсем ее убивать это танк джанглер плюс а дэшный таких в то время очень мало было в основном были танк джанглеры а пешные сами вспоминайте си джо они зак грагас а дэшного не было танка джанглера наутилус тоже ability power и так посудить малфи тоже ability power нужен был именно а дэшный танк а таких нету в игре поэтому рик сайка она никуда и не пропала а вот грагаса чтобы не было как второго чемпиона в лесу такого же дурацкого как и рик сайка тоже пришлось за нерфи триутом вот они это все сделали и привет получилось что грагас пропал из игры на долгие долгие времена но и с небольшими изменениями танковых айтемов с небольшими изменениями мастерок он начал возвращаться в игру но скорее ближе как джанглер соло ку но вот корейцы решили его однажды показать на топе по какой-то причине все заразились этой болезнью начали его пикать на топ а олов олов не совсем танк я уже много раз объяснял есть разные типы танков есть танк который заставляет танковать ну то есть он заставляет себя бить поэтому он танкует а есть танки которые ну просто танки олов это один из тех танков которого теоретически можно игнорировать его не может игнорировать один игрок ребят я объясню его не может игнорировать один игрок это факт на которого он сядет но остальные то его могут проигнорировать и пойти дальше а рик сайку так не получится она подкидывание дает а о ешная она довольно мобильная в тимфайте в отличие от того же самого олафа и олов играется чаще через гост а рик сайка через флэш Ну да, и Олаф тогда, ну, можно пойти по такой логике, что Олаф это воин, а не танк Ну да-да-да, ну или брузер, как вы говорите Ну, брузеры чаще на топе находятся, так что согласен Ну, я их просто разделяю, что они все равно тоже оба танки, но немножко другого типа А вы там какие варианты еще написали? Смотри, Скарнер, Сион, ну, они совсем какие-то редчайшие случаи появления на ЛКС Скарнера, я помню, 2-3 раза пикали всего лишь Сиона в основном только на топе и на саппортах играли В лесу его не играли из-за его немобильности Довольно неподвижный такой джанглер получается А если Скарнер достаточно подвижен, но на ЛКС его стараются не пикать А, Валибир, ну, Валибира вообще никто не играет, кроме Джестера, как и Рамуса Ну, Валибира, кстати, часть магический урон, часть тру дамага То есть он там такой многотипный паренек Что же касается... Кто там еще был последний? Хикарин модель лесной танка Почти! На Хикарин, скорее, похож уже такой, знаешь, ближе к Казиксу подходит Ну, или Рингару, которого нынешняя мета нам выдает Джарван, ну, когда вы видели последний раз Джарвана? Вспоминайте сами Джарван, после того, как у него было занерфлено, прокаст его... Опа! Интересный ход, но Фобион! Какая реакция у него! Очень хорошо контролирует игру Фобион Я вот прям вижу, как все вроде бы делают правильно фанатики И будь там не Фобион на меде, а Фобион 2017, а Фобион 2016 стоял бы там Это был бы конец Кила, наверное, 4 бы уже на нем сделали Но он успевает среагировать постоянно На Йеме Джарван был Один раз, да, помню И еще Джарван был два раза От команды Флайквест Это я тоже помню Было, было, было такое Но это не то, ребят Мы-то про Джарвана Танка обсуждаем А вы мне тут про Джарвана Адешного говорите Ну, а Волик и Рамус, да, это танки, которых сложно игнорировать Но их редко мы вообще видим Удир В мире есть, по-моему, только один игрок из профессионалов Кто у Дира может сыграть хорошо И я не уверен, что мы еще от него увидим у Дира Он в нем разочаровался, видимо Цил Гэйк Смити Он добился того, что его у Дира начали банить Банили его почти месяц После этого месяца он взял себе у Дир Здесь он назвал Доман Прикал этот танцевазом После этого он его взял Проиграл игру Следующую игру он тоже его взял Опять проиграл игру И больше мы ни разу не видели от него у Дира Походу он разочаровался в мете Трик 2G Ну, Трик 2G это стример А если про про сцену говорить То и Ксмити один из них Привет, Себроник Ой, какой у нас тут второй дракон Еще одна какашка драконьей силы И... да Извините, что такие игры получились Но я предполагал, что будет 2-0 Ну, хотя бы у нас приятные сегодня были СКТ против КТшников Я думаю, ребят, если вы не смотрели СКТ против КТшников То перед сном На Ютубе уже залито Идите смотреть Уже вам там налито И девушка с раздвинутыми ногами Сидит и ждет А вы здесь сидите Серьезно Идите туда и смотрите Это классные игры были Обещаю, вам понравится Что же касается Сегодняшней первой Best of 3 Она была неплохая Не дотягивала до корейского уровня Но была неплохая Это... Это было не Best of 3 Это было избиение младенца И еще такие показали Что они действительно являются Топ-3 ЕМа На данный момент Ну, хоть и кривая статистика Но все же Топ-3 команда мира Остальные же побоялись приехать Так, у нас здесь Врывчика от Суаза Суаз получает ульту от Лулу Вот бы в танка кидать ульту Понимаете, ребят? Вот как бы Вроде бы я хейчу Грагасов, да? Но с другой стороны Вот ты когда смотришь такой момент Вы верите, что Наутилус бы Потребовал сейчас ульту от Лулу В такой момент? Да не потребовал бы он ее Он бы нажал свой щиток И побежал То же самое касалось бы Маукая Маукая бы нажал свою R Нажал бы W И если бы Лулу еще в него ультанул И еще не факт Кто бы там выиграл этот тимфайт А здесь Спаси меня, Лулу Ты танк наш Какого хрена я должен тебя спасать? Ты должен танковать Я должна копить ульту Для того, чтобы Броху сейчас спасать Который тот залезает Войдлингов Вот, смотрите, Одман идет туда Ай, боже мой, меня бьют! Что делать? Кидает Хука В кого он попал? Хуком я чуть не понял Он кинул Хук и застрял Бедный Одман По нему все еще идет прокаст Он все еще просит, чтобы Лулу в него ультануло Но Лулу не из его команды Она ему не помогает Что делать? Ох, какой выстрел И четвертый выстрел Такое впечатление, что четвертый выстрел холостой был от Рекласа Потому что я что-то урона не увидел Меня печалила замена Пената в третьей игре Но Я думаю, это был оправданный ход Все же Пенат не идеально сыграл вторую игру Так, у нас здесь Джезиса ловят И пропадает с карты он Пропадает серый экран И команда H2K Могла бы пойти на Нашор Но я не уверен, что они захотят это делать Хотя все в пятером там сейчас находятся Грагас без ульты Но с телепортом Можно хотя бы просто телепорт снять с него Нюклер в какой команде играл до H2K? Я помню, вроде что Адекер был форгивен Но он в армию ушел Нюклер, насколько я понимаю Это купленный кореец Если играл, наверное, в Челленджер Кореи Они сразу купили весь ботлейн из Кореи Нюклер и Чо Это два корейца Это купленные два легионера Именно те легионеры Которых вы имеете право покупать для себя И теоретически у них легионер сейчас Фобивон Потому что Фобивон обменен был на Рю Но они там местами поменялись Схема такая Схема Масхема У нас тут Суаз вышку сломал И я слышу, что там Крепо стебается с Суаза Ну, по-дружески скорее Вы же понимаете, что Крепо с Суазом Тоже много времени играл вместе Да и общались они постоянно Поэтому он Ну, просто Ну, говорит, что может быть стоило туда прилететь Телепорт потратить Интересный здесь ход от команды Фанатик Они сделали инициацию по Одману Одман один пятерых игроков подкинул Вытанковал И теперь ответочка пойдет от команды H2K Ловится Лулу Погоня будет продолжаться Наверное Хотя Нет, Янкс не хочет дальше продолжать Говорит, нафиг Пусть бегут эти Золотые рыбки Потом убьем Нюклер где-то играл H2K Ну, наверное, где-то играл Ну, я просто знаю, что это корейцы И они куплены Но я думаю, что они Хо-хо-хо-хо Капс, он отменил рекол Капс не знает Ой, точнее, извините Одман не знает, что Капс там в кустах сидит И все Маршрут для Синей стороны Призраки, големы, рекол Ну А где бафы? Ты баф один забыл Синий баф А призраки, големы, рекол Нет, какой-то мусор Не надо так делать Ха-ха-ха Я сейчас просто понял Что за бред ты там предлагаешь Красный баф Пусть тебе запулят После этого делай тогда лучше големов Их легче сделать А потом у тебя смайт откатится И делай рапторов Ну, которых ты призраками называешь Потому что они в старинке назывались в райты И в райты это призраки были Они что, они в русской версии до сих пор призраки называются? Так, мне вдруг стало страшно, ребят Ну, скажите мне, что просто человек Ну, по старинке их назвал 6-3 у нас счет, ребят Колоссальное преимущество команды H2K По фарму По драконам По вышкам По всем показателям Единственное, где, наверное, у них проседает что-то Это Мальзахар Ну, который должен вроде как в лейте стать слабым Но этот Мальзахар играет в Redemption Он не собирается в Ability Power Он спокойно хочет выжимать QSS из оппонентов Но оппоненты настолько наглые Что не покупают даже QSS Астроклювы их зовут? Так, у нас по Удману пошла ульта Джина Но подземный выстрел попал Пачо, но Удман 4-й выстрел прикрыл Насколько я понимаю Щиток Удману снял Джин своим прокастом А его пауэрспекта как бы сейчас идет Капс не знает, что у него проблемы здесь Он пробежал по ворду Просветочка прошла от Джейзиса Но слишком поздно Янкос получает здесь W от Джейзиса Но это ненадолго И Казикс у нас с клыками Погоню ведет по Суазу Танк встречается с убитым в хлам Казиксом Ну, убитый в хлам, потому что мало ХП А в этот момент Удман гоняется за Реклосом Будет подкидывание Но Реклос бежит к своей команде Говорит, спаси! И Удман такой Нет, помогите, Лулу, мне нужна твоя ульта Срочно, Лулу Вы думаете, я смеюсь вот с этого всего? Но если вы сравните айтемы двух танков на топе Там разница идет в айтем за 1000 голды И это сейчас разница До этого у них разница была По-моему Один Доран там Или одна Арморка Ну, то есть там даже не докуплено было Янкос все сражается с Уазом Готов он довести это до конца В этот момент H2K пытается пройти игру Получится ли у них в этот раз это сделать Или надо будет подождать Пока неизвестно Элиза уворачивается от Фобива на ульты Своим подпрыгиванием Уадман прыгает, тауэрдайв на фонтан На ступеньках ему ломает ноги А в этот момент Казикс таки убивает с Уаза И теперь можно заканчивать Ну, другого уровня просто команда Фанатик им до этой четверки Европейской далеко Сейчас явно в Европе четыре лидера Это G2, Misfit и Unicorns H2K И Unicorns как-то начали выпадать из этой четверки Они проиграли G2 два раза уже 0-4 проиграли Flash Wolf И H2K у них все хорошо На имя они хорошо отыграли Почти победили Flash Wolf Misfit и сегодня показали Что они готовы побеждать Unicorns Ну, а здесь, как видите Провал Есть средние команды Типа Fnatic и Splice И есть два явных аутсайдера То есть в Европе смотреть можно Только за этими четырьмя командами Остальные пропускаются А ведь когда-то они были 18-0 Ага Когда у них было два корейца Один из которых сейчас в команде SKT Второй никуда не уехал Так и остался В Омерике Омерике G2 проиграли же в Катовец Ну, они два раза проиграли Оба раза Flash Wolf Они сначала 1-0 им просто проиграли карту И потом проиграли Best of 3 0-2 То есть G2 Flash Wolf Одолеть не смогли Кстати, мне интересно А Flash Wolf-то свою игру победили? Или они еще не играли? Подождите Сейчас посмотрю LMS А, у них такой долгий перерыв был Пипец У них была последняя игра 18-го февраля И перерыв аж досюда С 18-го февраля у них игр не было Пипец, три недели почти что Три недели в LMS регионе не было игр И Flash Wolf И будут играть с каким-то ФБ Кто такие ФБ? Что за ФБи Ван? Фаер Болл Это Ну, тут что-то как-то Не выглядит сильно эта команда Давайте посмотрим, кто у них Все в штаве У них зато есть Марс, Ветер Нинка Ан И Фиет Унифиет Череп есть О Соска есть Дрим Саша Эти шутки-самосмейки Миссия Соса Дрим Саши Хорошее название команды То есть вообще можно стихи с ними придумывать Я только вот это вот не знаю Даже как переводится Унифиет То есть здесь у них Марс Ветер Нинка Череп Миссия Соса Дрим Саши Мечта Саши Это Соса Соса у Марса Ну ладно, ребят Идем Уже не на перерыв А на конец Блин, ты мне сетку показываешь А я со стрима уходил Да я тебе могу скинуть Линк Там полазаешь Если английский Твой первый язык справишься Куда? Вот сюда Хотя вот это, наверное, близкая будет игра Может быть, я ее включу Но пока точно не знаю Это на рандоме А в Европе у нас завтра играется G2 против Виталиков И Сплайсы против Джаинсов Это как раз аутсайдеры с аутсайдерами А вот средний чок с аутсайдером А, подождите, нет Какой аутсайдер? Здесь же G2 с Виталиками А так тут неинтересные игры завтра будут Ну ладно, посмотрим на разгромы Почему нет? Самое интересное завтра будет в Америке Америка завтра начинается Две игры У них будет в час ночи и в 4 утра Такие дела И будут играть и Мортал против команды Team Liquid И, соответственно, ЦЛГшники против Пенисванов И Пенисваны, вы помните Они Метеуса все еще в составе оставили Как я вам и говорил Как я вам и говорил, ребят Я вам говорил это? Что это не... У него дома проблемы Мы просто на неделю взяли Метеуса Опа! С Метеусом мы сделали 2-0-2-0 И Нори А можно у тебя дома будут проблемы дальше? Нельзя? Извини Ключ дай сюда Ключ от двери дай сюда И Нори такой под дверью сидит Помогите! Хочу играть! Хочу играть! Как у тебя дела? Рио-то взяли на работу? Нет, не взяли Но мне С Кубка России писали Об этом я хотел сказать Но они мне еще не ответили Завтра в 15 они мне ответят Они хотят Столько всего и сразу Всем пока! На сегодня все Завтра увидимся